Эмоции в сторону. Волонтер посмотрела на Бархана и Мусика под другим углом. За последнее время на домашний мини-приют Людмилы Чернецкой свалилось много всякого нехорошего. После всего пережитого сильным ударом стала неслечимая болезнь Мусика и проблема лап у Баси. Поначалу волонтер-инвалид была просто потеряна и раздавлена. У нее была паника, как быть дальше и что делать. Но благодаря вашим советам она немного успокоилась и пытается справиться с эмоциями. Волонтер привыкает к данной ситуации, раз ничего поделать нельзя. Надо как-то приспособиться и жить дальше. Другого выхода у нас нет. Мусику, как посоветовал врач, Людмила Чернецкая колет антибиотик и дексаметазон. Аппетит у него хороший, хотя порой неудобно кушать, все выпадает из рта. Ну а Бася, что тут поделать, слежит и иногда переползает с места на место. Каши мы полностью убрали с его рациона. Перешли на натуралку, хотя это очень сложно в нашем положении. Но мальчик не маленький, а любая мясная область стоит недешево. Но благодаря вашей поддержке мы как-то пытаемся справиться. Может ему конечно удастся похудеть и он станет немножко после этого ходить. Что поделать, если жизнь повернулась к нам сменой? Много больных, зато все, слава Богу, живы. А дальше посмотрим. Главное не падать духом. Хоть иногда это бывает очень сложно. Особенно, когда каждый день приходится видеть их глаза. И то, как они изо всех сил цепляются даже за малейшую возможность выжить. Все они понимают и чувствуют. И волонтер не имеет права их подвести, чтобы ей это не стоило. Ну а по лекарствам, в принципе, вы знаете все вышеупомянутые лекарства. И лекарства, которые упоминали наши читатели в комментариях. Это все, конечно, актуально. Но по большему счету нас сейчас интересуют именно те обезбавивающие, которые под рецептом. Вот нам бы их. Остальное, в принципе, более-менее есть возможность и в Донецке достать. Ну, как говорится, были бы на это все средства.